Субтитры сделал DimaTorzok 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 А Артес выкупался DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Путался. Забрали у нас также здесь Клока и Даззл, соответственно, в таверне. Эмберспирит от скандала это делает. Пауэррэнджерс чувствует себя более чем уверенно. Я думаю, что в ближайшие драки такая ситуация и будет. Опять же, здесь в драках не участвует Бродмазер. Она просто ходит и просто выфармливает Некра. Через немного, совсем немного голды появится третий Некра. И тогда драться станет просто невозможно. Артез на скандале пока что... Ой, Артез на скандале. Вот это сказал. Артез на Слордаре. Пока что не имеет возможности врываться в файты. Да, он на спринте, конечно, бегает. Но пока он приходит, драка заканчивается. Здесь Санейка уже мертвый был, когда прибежал сюда. Артез выфармить даггер ранее ему не дали. Эмберспирит тем временем забирает снайпера. Погибает кор-герой команды Хелл Рейзерс. Погибает Афонинджи. У него Сэнджин Яша, Масков Мэдос уже имеется ФС Буцы. И, короче говоря, он первый по фарму в своей команде, как я понимаю, да? Снайпер, да, на первом месте. Но в то же время Бруда имеет столько же по золоту, сколько и снайпера. Сейчас будет иметь еще больше. Бруда просто все заливает этой паутиной. И ходит, разваливает всех и вся в лесу команды Хелл Рейзерс. Она отправляется на вторую позицию. Она готова пушить Тауэра. Она готова убивать бараки, убивать людей. Ей вообще на все плевать. Чеширский кот ведет себя, как у себя дома, по большому счету, в чужом лесу. Куча маленьких паучков. Даже не паучков, а это вообще непонятно кто. Короче говоря, сумонов достаточно у Чеширского кота. Ходит, разбирает дальше на запчасти весь лес. Третий Некра прилетает у нас к Чеширскому коту. Монапул становится большой. Здесь также есть Солринг. Драться можно. Будет ли байтить на себя Чеширский кот, это тоже вопрос. Кажется, что таракашек мало, но мы прекрасно понимаем, какое здесь их количество. Я думаю, что окружить они могут по три раза любого игрока. Вот они рассыпались намного. И мы понимаем, что здесь маленьких пауков больше, чем вообще игроков у нас на карте. У Артеса наконец-то появляется Даггер. Этот момент я не упущу, потому что это момент важный. У Дреда у нас по артефактам пока что ничего, кроме урны, нету. Дазл весьма терпящий 0-3-3. У Вич-Доктор у нас. Так у нас здесь забирают на топе тем временем Клока. Сколько у Клока? Счет. 1-9-2 счет у Клоквер. И команда Пауэррэнджерс практически половину фрагов сделала на Клокверке. Я не очень понимаю реализацию. Может быть, есть смысл перетянуться к команде и стараться драться с ней. Потому что просто так умирать на топ-лайне это не очень хорошо. Просто так в соло умирать от одного или от двух игроков Пауэррэнджерс. Я думаю, это прекрасно понимает Клок, но что с этим делать, пока что мне не видно и не ясно. Я думаю, команда Хелрэйзерс понимает, что очень много необъяснимых вещей с ними происходит в этом матче. В частности, то, что они постепенно Тауэр за Тауэром, Крип за Крипом, Фраг за Фрагом отдают победу в этом матче. Гадем влетает у нас сюда и моментально рассыпается от Дитя Ра. Даззл Дредд у нас под Грейвом, но Дредд, скорее всего, не уйдет здесь. Дотыкает его Некр и дотыкает здесь еще и Эмбер Спирит. Врывается в Эмбер Спирита у нас Клок. Скандал проюзал у нас Стики. Пока что нормально себя чувствует, хотя неплохо так. Афонид же сверху разваливает у нас Эмбер Спирита, но до него добирается и Эмбер Спирит с Фистом. Снайпер убивает Эмбер Спирита, за что Эмбер Спирит, если не ошибаюсь, ответил тем же. Да, 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 да. Скандал единственный, кто умер в этом файте, но скандал забрал с собой двоих. Чеширский кот у нас в драке участвовал, но только косвенно отправился теперь продолжать фармить. Вражеский лес. Чеширский кот должен лишать команду Хеллрейзер с любого фарма. Короче говоря, это превращается в какую-то осаду. Просто без фарма, без денег. Команда Power Rangers будет зарабатывать, все становится сильнее и серьезнее. А команда Хеллрейзерс рано или поздно остановится в своем фарме. Потом с каждой минутой убивать их будет все легче, легче и легче. Ну а дальше падают бараки, падает трон. Мы это все видели, мы это все проходили, все знаем. Падает у нас Рошан. Тролю отходит Аэгес. Дитяра вообще становятся неуязвимым. Как с ним разбираться непонятно. И до этого было не так-то просто. А теперь вообще ситуация нелицеприятная становится. Смотрим на графики и понимаем, что 20 тысяч преимущества команды Power Rangers. По XP 23 тысячи от Power Rangers и это много. По деньгам, конечно, ситуация более провальная для команды PR. Где у нас умирает Ember Spirit? Он у нас умирает на топ-лайне. Втроем, даже в четвером вышли игроки Хеллрейзерс на него. Единственный, кто загулял, это у нас Клок. Вот как убивать кого-то Клок не со своей командой. А как умирать, так Клок первый. В соло отправляется и просто дохнет. Ульта полетела от аппарата. Попадает под Реду и Артесу. Гаддем здесь никого не выхилит. А Гаддем и не может никого хилить. У него в Вуду вообще не вкачано. Своеобразный. Своеобразная прокачка Вич-Доктора. Возможно, в этом есть некая ошибка. Над миди падает Т2 со стороны команды Хеллрейзерс. Внешних товара остались только на топе. Но команда Power Rangers отправляется по низу. Включились некра. Включилась огромная куча крипов. Ой, крипов. Паучков. Но паучки под шрапнелью распадаются. Хеллрейзерс нашли средство от пауков. Оно называется снайпер. Оно называется шрапнель. Пауки имеют мало ХП. А следовательно, нормально так проседают от шрапнели. Шрапнель по 50 в секунду бьет. Ну и у пауков, если я не ошибаюсь, порядка 300-400 жизней. Да, 450 по ХП у пауков. То есть всего-то 9 секунд надо поставить на шрапнель и нет никаких пауков. Опять же еще какие-то масс спилы есть по типу дамаги от Даззла. Да и в принципе Мэллстром тоже делает свое дело. Понял прекрасно Афониджи, что надо отбиваться от пауков. И купил такой вот артефакт. Весьма полезный для большого количества мелких предметов. Клок у нас по-прежнему 1-9-3. Ничего у него еще нет. 380 по голде имеется. Будет выходить он в Блэйд Мэйл. До Бродсворда еще 800 копеек. Этого мало. То есть то, что у него сейчас есть, этого конечно мало. У Дреда после урны и тапка ничего нет. Тысяча по голде есть, если что. Попытка найти кого? Кого искали игроки команды Hellraiser? Скорее всего скандалы, я так понимаю, не искали. Хотя нет, скандал не с ТП уходил. Значит, кто-то там был другой. В любом случае, никого команда Hellraiser не нашла. И она по-прежнему теряет время. Теряет такое драгоценное для себя время. J4 уже имеет аганим. И значит, драки для команды Power Rangers будут еще приятнее. У скандала есть Battle Fury. У Бродмазер есть практически собранная кераса. Немного остается. Остается купить Хипперстоун. У Тролля вообще больно говорить, что есть. У Тролля есть Бабочка, есть Black King Bar, есть Доминатор. Тут еще и Аегис. Как подарок и бонус ко всему. Но Аегис, по-моему, пропадет меньше, чем через минуту. Так, смотрим на заход команды Power Rangers на High Ground Hellraiser. Получится ли белорусам спушить нижний лайн на данный момент? Или все-таки придется заходить еще раз? Но пауки нормально проседают по ХП. Но на то они и пауки. Маленькие, уязвимые сумоны великого чеширского кота. Ульта от Снайпера пошла у нас. Куда она пошла? Да никуда она у нас не пошла. Ульту от Снайпера, по-моему... Нет, Снайпер не провязал ульту. На данный момент попытка сбить ХП Джейфо. И у Джейфо мало ХП. Еще один ульт от Снайпера. Джейфо будет вообще очень сильно бит. И там, гляди, где-то молния пройдет. И можно будет отсидь Джейфо от команды. Гадем бросает у нас каски. Врывается у нас дитяра. Дитяра с даггера влетает. Есть у него БКБ, но он еще его не провязал. Ждет, пока собьют ему Аегис. Дитяра готов полностью выложиться, а потом уже начать драться. Но никто не забирает Дитяра. Он просто стоит и хилится. Наконец-то ульта прилетает Дитяра. Он станет фуловый. Дитяра встанет и иди. И все. Драка у нас захлебнулась. Потому что команда Хелрисес отправляется под свой фонтан. Игроки команды Пауэрэнджерс без проблем сносят бараки. Может быть есть смысл пойти на мид. Артеса здесь разбирают. У Артеса нет байбэка. Артес в таверне 50 секунд. На лоу ХП у нас здесь Клокверк. Но только потому, что Дредд ему помог. Дредд уже больше никому не поможет. Дредд умирает. Умирает у нас... Умирает Витч Доктор. Выходит один Гадем. Что он может сделать? Он может дать стан и умереть. Вот что он может. Поднимает его вверх Санейка. Забрасывает еще и ядом от Дазла. Умирают от рук Дитяра сразу 3 человека. Короче говоря, это 6 в 0 драка от команды Пауэрэнджерс. Падает мид и можно идти на Т4. 52 секунды не будет снайпера. Артеса не будет еще 16 секунд. Но Артес не боец. Он не может в этом файте сделать толком ничего. Да, сам герой мощный. Но герою не дали ничего выформить. У Бруды есть Кераса. У Бруды есть Некрау. У Бруды есть все, что только необходимо. Чешир просто в хламину выиграл свой лайны. И заставил Триплу вести себя неадекватно. И ничего толком не заработать. На 30 минуте у Артеса 1 даггер. Вангвард и недособранный БКБ. Куда у нас влетел? А что происходит? Что происходит? Это какой-то дичайший разлад в стане команды Хэлл Рейзерс. Клок у нас уже влетел с хукшота в Артеса. Еще и закрыл его в Коге. И Батарея Саут попытался дамажить. Возможно это нервы. Возможно еще что-то. В принципе не наше это дело. Наше дело следить за командой Пауэр Рейнджерс. Которая в общем-то и руководит всем на карте. От нее будет зависеть как скоро закончится этот матч. Я думаю, что у команды Хэлл Рейзерс шансов мало. Что у нас у Снайпера? У Снайпера Санж Эньяша и Мэйл Стром. Ну этого мало действительно. Как-то подсейвится от Паучат. Как-то подсейвится от одной Бродмазер. Ну это возможно. Но чтобы противостоять сразу пятерым игрокам. Этого действительно мало. Здесь Эмбер Спирит. Уже наваливает с руки как чокнутый. У него 200 с копейками с руки. Плюс криты проходят. На мид заходит у нас команда Пауэр Рейнджерс. Но это только пока. Они пойдут на топ-лайн и снесут топ. Я думаю, дальше можно не объяснять. Дальше ситуация ясна. Пойзон Тач. Украл Рубику. Дазла будет еще примерно минуту. Этот скилл у Рубика. Даже порядка двух минут будет этот скилл. Тролль просто стоит. Соло разносит Тауэр. Никто ему не может помешать. Артес у нас влетает. Дает стан по Детяра. Детяра включает БКБ. Артес на лоу ХП пытается отсюда убежать. Еще один удар от Детяра. Артес умрет. Артес уезжает в кусты. Делает ТП-аут. Очень битые все. Четыре человека погибают. Артес улетает на базу. Артес в гордом одиночестве. Белорусы стоит и смотрит, как падает трон команды Хелл Рейзерс. Поздравляем команду Пауэр Рейнджерс. Белорусы проходят дальше. Белорусы проходят грозных соперников. Грозных соперников по имени Хелл Рейзерс. Дредд останавливается. Его команда останавливается. Мы можем попрощаться с ними. В этом турнире мы их уже не увидим. А белорусы продолжают свой путь по сетке лузеров. Возможно, это та команда, которая сможет занять призовые места. Белорусы играют очень хорошо. И в этом матче показали, что готовы сражаться с любым соперником. СНГшное дерби, если можно так выразиться, закончилось победой белорусской команды. Поздравляем их с этим. У микрофона был друг. Это студия игрокам ТВ. Меньше играйте в доту. Больше читайте книг. Услышимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!